Музыка Когда мы работаем с контрактурой в тазобедренном суставе, еще какой момент определили, контрактура есть. Мы говорим, ложимся на живот, под эту подушку движение, где происходит? В пояснице. Не происходит здесь, где надо. Соответственно, сначала без всяких подушек. Может ли он лечь? По-хорошему мы смотрим это дело на консультации. Потому что, как правило, культя бедра уходит в сторону, сюда таз разворачивается, нет правильного положения. Вы лежите на животе? Лежу. Откуда у меня контрактурой я занимался? Я лежал там месяц, неправильно лежал. Вот этот момент, он весь будет в нюансах. То есть бедро должно быть приведено, ротировано. Мы объясняем, что надо повернуть внутрь, ротировать бедро. И тогда вот так укладываться. То есть это лечение положением называется. Когда принимается правильное положение, пациент в нем находится. Можно лежать от 5-10 минут, можно до получаса, до 40 минут. Должно появиться легкое чувство натяжения, здесь растягиваться должно. Если нет, значит, что-то неправильно. Значит, либо он культой уперся в поверхность, таз у нас вышел наверх. Значит, что-то не происходит, раз не тянется там, где должно тянуться. И вот с контрактурой работа очень важная. Лечение положением. Причем вот он у нас тут нарисованный, да? Как правило, когда есть контрактура, таз сюда разворачивается, очень хочется в эту сторону лечь. Но мы говорим о том, что нет. Она должна правильно. Голову на противоположную сторону, с тем, чтобы за головой хоть как-то плечевой пояс. И может быть, он хоть как-то будет удерживать низ. Лежу на животе, но ничего не происходит. Не происходит, потому что не до конца лежим правильно. И активно это упражнение с контрактурой. Ну вот какое самое популярное упражнение, с которым приходят пациенты? Те пациенты, которые к нам приходят, чаще всего говорят, нам сказали двигать, как вы двигали. То есть им просто говорят, двигайте. Они двигают туда, куда получается. Назад-то не получается, это тяжело. И вот они ее вперед активно машут. И вот эти передние круги, то есть то, что и так все нормально, на что обычно жалоб нет. Если мышцы не парализованные, не пересеченные, ничего, они все работают вперед. Вот, соответственно, нужно работать назад. Почему ЛФК любит исходное положение лежа? Потому что, по крайней мере, пол фиксирует какую-то или иную ротацию. Туловище вот можно положить, держит. А с махами это же и наклон туловища прибавляется. И вот, значит, мы машем. Причем в пояснице. Потому что, если мы уже определили контрактуру, да, значит, вот это движение, оно страдает. Он ее, если до нормы может довести, прекрасно, как правило, не может. То о махе назад мы не скажем. Поэтому махе давайте пресекать, потому что, опять же, мах не придаст сил мышце, которая делает это движение. Это мах, это рывок, это инерционный компонент. Продолжение следует...